Бронирование рабочих мест, специализированные кермаши вакансий и социальная реабилитация. Сегодня в рамках государственных программ реализуется комплекс мероприемств по поддержке людей с обмежеванными махчимостями. С организацией работы в Гомельской области ознакомились наши корреспонденты. Сегодня в Гомельской области проживает около 90 тысяч человек с обмежеванными махчимостями. Задача государства оказать им социальную поддержку, у тем леков про просолодкование. Просолодковать у всех без выключения инвалидов немахчимо, по стану их здоровья. Хоть навыц при этом на Гомельщине предоставили месты больше, как 200 инвалидам первой группы и амаль двум тысячам другой. На широку предприемствов людей с обмежеванными махчимостями не просто чекают. Для их зарезервованы працовные месты. Умов только две – физичные махчимости и наявность ответственной специальности. И если у этого предприятия имеется вакансия, а на учете стоит инвалид с соответствующей профессией и желает работать по этой профессии, мы можем трудоустроить граждан в рамках этой программы. Но есть еще лучшее направление – это адаптация инвалидов к трудовой деятельности. То есть государство, предприятие, которое берет на работу инвалида, в течение от шести месяцев до года выплачивает заработную плату и начисление на нее. У Рогачевским центры занятости работа с людьми с обмежеванными махчимостями сярут приоритетов. Прошим, ведется она одразу по некольких накерунках. От проведения кермашов вакансий для этой категории до перенвучания на новые специальности. Як выник, каждый пятый человек, який не может на ровных конкурировать на рынку працы, мает постоянную работу. В 425 человек работает. Хочется отметить, что работают не только инвалиды третьей группы, но и инвалиды второй группы, это 74 человека состоят в трудовых отношениях, и даже 5 инвалидов первой группы. Инвалид, по слыху, Василь Труцкий, працует у Рогачевским филиале акционерного товариства «Гомель Абл Аутотранс». Правда, у дзей наведывания предприемства журналистами он находится в отпуске. У коллективе кажут, что обмежеванных махчимостей у коллеги никто уже и не зауважает. У селяким разе на работу гэты факт адмонного уплыву не оказывает. Пользуются среди коллег авторитетом, и по нём даже не скажешь, что это действительно человек с ограниченными возможностями. Оказание адресной допомоги, предоставление социальных послуг, забеспечение техничными сродками социальной реабилитации. У рамка державных программ сегодня реализуется комплекс мероприемств по поддержке людей с обмежеванными махчимостями. Хоть ставить кропку в этой справе, так сама рано. Сирот пропанул, який агучиваются, подрыхтовка медиков и продавцов с элементарными навыками сурдоперекладу и перегляд список профессий, по яких заборонено прасовать особным категориям инвалидов. Семья Дарьи и Андрея Стральцовых в ближайшие дни плануя переехать с Рогачева у Гомель. Год тому у их народилась дачка Юлиана, якая, як и батьки, так сама з'является инвалидом по слыху. Сгодно с девушим законодавством, гэта семья – мая права на льготное будавництво жилья. Что тышится место працы, то жанчина працуя у организации инвалидов. Ее муж мая намер працулаткавацца у одну з гандлёвых кропок, ті працаваць по специальности. У свой час Андрей скончув в училище і отрымаў адразу некалькі будавничых професій. А есі вдруг не получіцца, тагда я буду то, што я умею. Я, отделачник, буду сам работать, отделачник квартир.